Продолжение следует... Вы, наверное, все обратили внимание и не могли не обратить, какая погода на улице! Что же это такое, скажите? За что же это нам-то, православным-то? Мы же такие хорошие! Так много верующих! Такой огромный процент верующих! Столько храмов уже и непрерывно строится! Монастырей, духовных школ! За что это такое? Я иду так и недоумеваю! И вспомнил интересную историю, которая была в Византии где-то в 7-м... нет, в 6-м веке, когда там случился государственный переворот, захватил власть жестокий военачальник, ну, сущий зверь, который жестоко казнил православного императора, его сыновей, семью, и вообще казнил очень-очень многих царедворцев, и вообще человек, который не считался ни с какими нравственными нормами и уж тем более христианскими заповедями. Один пустынник, слыша об этих ужасах, смолился Богу и говорил, Господи, за что же? Вот точно так, как я сейчас сказал! За что же нам православны? Но сейчас-то, правда, у нас страна нельзя сказать, чтобы она была православная, а там была православная Византия. И он очень недоумевал. Под утро, представьте, всю ночь молился, так ему жалко было народ. Под утро им был голос и было сказано, искал худшего, но не нашёл. Он был буквально убит. Он страдал и плакал от того, что творится, а голос с неба ему сказал, худшего искал даже, но не нашёл. Очень интересно! Что ж такое православие? Весь народ был крещённый, ну, почти весь, правда, в VI веке нет, ещё не было. Там, например, ещё в то время детей почти не крестили. Детей уже начали где-то к восьмому столетию, то есть, примерно через 800-700 лет. До этого крестились только взрослые, принимали только сознательно, только осознанно, исповедовали свою веру, то есть, принимали по убеждению. А вот потом постепенно, постепенно и начали крестить всех. Вот так! Ну, всё-таки империи, в которой было достаточно большое число православных людей. И вот произошло такое страшное событие. Ну, кстати, такие события повторялись в истории неоднократно. Вы же все прекрасно знаете, сейчас мы вспоминаем то, что произошло сто лет тому назад. У нас 1917 год. Сколько ужасов, сколько крови, сколько насилия! Что только произошло! И опять то же, то же самое! Господи, за что же это? Вы знаете, одним из серьёзнейших положений христианской веры является следующее. Самым страшным, пожалуй, злом в человеке является его невидение того, кто он есть на самом деле. Точнее, если ещё сказать точнее, его не невидение, а видение того, что я, в общем-то, хороший человек. И поэтому, когда со мной что-то случается, я ищу, кто виноват. Ах, вон она, колдунья! Уже не первый раз, говорят, она это сделала! Ах, вот этот негодяй подставил меня! Он обманул! Он своровал! Все вокруг меня! Но меня не стоит, конечно! Самое страшное зло, говорит православие, это когда человек видит себя хорошим. Ну, в общем-то, хорошим, конечно! Ну, есть, у каждого из нас что-то есть, у кого этого нет, а в общем-то, я хороший. Почему православие называют это одним из серьёзнейших, я бы сказал, заболеваний, или, если хотите, одним из серьёзнейших пороков человека? В чём причина? А причина вот в чём! Вот сегодня мне звонок, говорят, неожиданно, совсем молодая особа, 29 лет, вдруг открылась, у неё тяжелейшее заболевание! Правда, были до этого какие-то признаки, ну, молодой, да, подумаешь, чепуха какая! Да всё ерунда это такая! Ну, в общем, человек даже не замечал, поэтому никуда не обращался, вовремя не было принято никаких мер, и теперь ситуация катастрофическая! Вот в плане, когда касается это нашего здоровья, нашего тела, нашего благополучия, нашего обеспечения и так далее, здесь мы так, в общем-то, понимаем сразу, о! Сразу принимаем соответствующие меры, делаем всё возможное. Но самое удивительное, что мы никак не видим другого, что является первичным в нашей человеческой жизни, мы не видим состояние своей души. Состояние души не видим! То, что мы видим, видим то, что мы здоровы. Ну, да, есть недостатки, но кое-что я плохое делаю, но меня нечего лечить! А если хотите, себя лечите! Ну, правда же? Вот так! Себя лечите! Что вы мне показываете? Что я что-то такое сказал не так или что-то сделал не то? Понятная причина, правда! Понятная причина, почему православие называет это самым страшным злом, потому что тот, кто не видит в себе болезни, он лечить не будет! А если не будет, результат, результат налицом! это касается как болезни тела, так и болезни души. Так вот, когда мы говорим о православии, то мы говорим о Боге, говорим о Христе, говорим о вечности, говорим о том, что вот эта наша земная жизнь ну, обязательно кончится! Ну, никуда мы не денемся! Таков же закон нашей природы! Ну, никуда мы не избегнем, никак не избегнем мы этого! И тем не менее, мы в это не верим! И в то же время, кажется, верим в то, что есть будущее и жизнь, что эта земная жизнь является только подготовкой к вечности. Здесь это некий миг! Некий миг, действительно! Вы знаете, спрашивали людей самого разного возраста, как ты заметил, как прошла эта твоя предыдущая жизнь? Ты говоришь, как сон! Даже не верится! Вспоминаю что-то, что это да, ну, не что-то, вспоминаю то, другое, третье, но это всё! А жизнь-то где же? Недаром, знаете, в Древней Греции были люди, которые назывались софистами. Ну, в общем, перевести софист – это, в общем-то, мудрец. Так? Но которые, в частности, говорили о чём? Что времени не существует! В каком смысле? То, что прошло, то оно уже прошло, и вы его не поймаете, не вернёте. То, что будет, ну, простите, но этого ещё нет, а то, что есть, оно ускользает, как рыба из руки. Ускользает. Вот, кажется, оно есть, но оно уже прошло, и наступает что-то другое. Времени уловимо. И говорят, времени просто и нет. Если что-то есть, то мы должны его посмотреть на него, уловить его, здесь ничего нет. Так почему православие называет вот это невидение своих недостатков, невидение своих грехов самым страшным злом? Не только потому, о чём мы сказали, что человек не примет никаких мер к излечению. А какое излечение-то? Вы знаете, если говорить о сути нашей веры, то она вся заключается в одном имени – Христос. Христос, который называется Спаситель. Христос, который есть этот врач. Врач. Кто к нему обращается? Интересно. К врачам – каким угодно. К нему – никто. Вы знаете, любопытный факт такой. В Москве, там, знаете, это Покровский монастырь, где Матрона, это мощь её, говорят, свечей там, ну, сотни сейчас. Нет, недалеко совсем икона Христа Спасителя. Ну, одна, две. Да он не нужен! Вы поняли? А что он? А на что он нужен? Здесь исцеление может быть! А он – Христос! Свечей даже и не ставят. Свечку ставят кому? Кто поможет? Кто делает? А Христос, оказывается, ничего и не делает. Правда, интересная наша вера какая! Замечательная вера! Ой! Да, по сути дела, по христианскому вероучению – Христос есть Спаситель, Он есть врач! От Него всё исходит! Но для того, чтобы получить от Него что-то, человек должен к нему обратиться. А обращусь я когда? Когда, во-первых, я увижу что-то то, от чего я не могу избавиться, и что и в чём мне никто не может помочь. Вот зависть гложет меня и всё, зеленею весь! Терпеть не могу этого человека, у которого лучше, чем у меня! Представьте себе, какой ужас! Лучше, чем у меня! Ну, ясно, что он, кто он такой? Ну, дрянь человек, конечно! И кто мне поможет? Кстати, хочу сказать! Идут к мощам, идут к иконам, идут к паломничеству. Если б только открылось, с чем идут, чего желают, чего просят, чего угодно, но только не исцеление от страстей. Многие ли просят – помоги мне исцелиться от той же зависти, от тщеславия, от осуждения, от ненависти? Многие ли? Ой, не знаю, не знаю! Да ну что вы, некогда об этом просить! Тут нога болит! Дочка плохо замуж вышла, сынок спился, что вы? Муж ушёл! Вот о чём надо просить! А вы тут своими страстями придумали, грехами! Да чего же хороша наша вера! Правда же? Ну, чего же мы умные? Мы же вечно живём на земле! Конечно! Поэтому надо быстрее спасать! Вот что просить! О чём? А это всё какие-то страсти и прочие грехи, у кого их нет! Да и не важно это в конечном счёте! Жили и живём! Полное неверие, что есть, что грядёт, что будет, и неминуемо придёт, когда мы окажемся в вечности, ибо мы верим, что Личность, я, неуничтожима! И каждый человек обязательно подходит к этому порогу и оказывается там! Где там? Где свет! Полный свет! Где нет тьмы! Где всё становится очевидным! Причём как очевидным-то? Здесь у нас, знаете, в тумане, как один святочник хорошо сказал, когда мы грешим, то мы так, как будто Бога не видит! Но когда мы что-то делаем, как кажется, доброе, мы прям вот оно, Господи! Видишь, что я делаю? Давай-ка мне тоже! Давай! Видишь, какой я хороший! Там не видим, здесь, ну, ещё бы! Так вот, все же мы знаем, что, конечно же, перейдём мы туда и никуда не денемся! И каждый день только и знаем, и слышим, и видим, и читаем, и чего только нет, что уже тот, другой, третий, десятый уже там! Но это они! Но не я! Какие мы умные! Боже мой! А ещё после этого говорят, чего это христианство придумало такое, что человек повреждён, что у него повреждён ум, воля, чувства! А это что такое, скажите? Что это такое? Вот, сказано, что вот через несколько шагов, ты, правда, не знаешь, сколько шагов, но ты вот идёшь по пути, и там будет взрыв! Ну, это ещё неизвестно, сколько шагов! Ну, нет, неизвестно! Ну, и давай устроим танец! Пир во время чумы! Вот во что превращаем жизнь! И ещё понятно для тех людей, которые верят, что нет Бога! Правда, бедные, конечно, можно посочувствовать, всяческий отказ. Нет, нет, нет Бога! Есть инопланетяне, да-да-да! Есть всякие силы оккультные, конечно! Магия, да! Экстрасенсы! Только не Бог! Только не Бог! Что вы? То, чтобы верить, что есть Бог! Это значит, всё видит! Вся наша душа, как на тоне! Значит, мы предстанем с этой обнажённой душой перед Ним, где всё откроется! Все наши мысли и чувства, и желания, и поступки, всё на свете откроется, и откроется перед нашей совестью, перед Ним! И ужасно! Может, ещё! Не знаю, ужаснее или нет! Перед всеми другими людьми! Я здесь перед Ним лицемерил и изображал, и там откроется! Какой стыд! Какой срам! Какой ужас! Откроется! В других религиях это звучит, знаете, как роковой приговор. Ужасно! В индуизме, например, там нет спасения от этого! Ты будешь перевоплощаться до тех пор, пока ты не изменишься настолько, что уже освободишься от этого тела! Закон кармы над всеми господствует и над всем! Карма – это закон причинно-следственных отношений. Правда, Высоцкий, говорят, пел, то есть не говорят, а пел действительно. Если ты жил свиньёй, свиньёй ты и останешься. Но это, пожалуй, верно. Да. В переносном смысле это точно! Точно! Вы знаете, в христианстве единственная религия, пожалуй, которая со всей силой и отчётливостью, всюду это есть какой элемент, но в христианстве со всей силой утверждается, есть возможность избавиться от этой очной ставки, от этого суда, от которого никуда и никто не может сбежать, и о котором предупреждаются заранее. Евангелие говорит об этом. И множество, множество откровений, которые переживали люди, сообщали об этом. Есть, оказывается, средство. Это средство покаяния. Это средство покаяния. Для верующего человека это покаяние пред Богом, это покаяние в самых таких уже важных вопросах, потому что всего разу перечислили, что мы делаем. Мы каждую минуту грешим фактически. Самое важное и перед священником. И дело не в том, что священник там прощает, он только исполняет то, что ему приказано, то, что ему дано от Бога, исполняет. Не он сам обладает какой-то властью, конечно, нет, да, но он, как верный слуга, но он, как верный слуга, должен исполнить и, видя действительное раскаяние человека, говорит ему, человеку, ты каешься, вот и Бог прощает и разрешает тебя. Но может случиться, когда человек просто так говорит, языком болтает. Болтает. Ну, надо чего-нибудь поговорить. И здесь поговорит. Соответственно, происходит и прощение. Это, знаете, как своего рода своего рода ну, душ или мытьё. Можно помыться по-разному. Вот грязный весь, можно подошёл, подуш включил и выключил. Был-то уж и был. А сам, каким был, таким остался. Можно немножко помыться, можно больше помыться, а можно совсем помыться и стать чистеньким. Видите, как много значит состояние нашей души, с чем мы обращаемся к Богу. Ведь не так много, я вам скажу, нужно знать, чтобы понять, что Бог есть. Не так много. Это было в советское время, когда говорили такие глупости, что будто бы наука против религии и будто бы верят только одни необразованные люди. Какая чушь! Вся история науки говорит, сколько учёнейших людей, а никаких-нибудь, действительно, были убеждены, глубоко убеждены в бытии Бога. и они остаются до сих пор. Бог есть! Он, наша, например, Бехтерева, это директор института мозга, она говорит, я не могу себе представить, чтобы такое чудо, как мозг, мог каким-то образом, хоть самым невероятным, да, мог возникнуть каким-то эволюционным путём. Это невозможно же представить себе! Это потрясающая сложность, которой равны просто нет! Все наши самые сложные изобретения современного мира – это ничто по сравнению с той грандиозной, удивительной и в то же время потрясающе целесообразной, гармоничной и прекрасной сложностью, которую мы видим в живом мире. Да и не только в живом! Материю только начинает! До атома дошли! Боже мой! И тут ещё, оказывается, сколько задач! Даже неживая природа! Поэтому это просто какая-то глупость, что ли, неразумие, или, лучше сказать, нежелание, чтобы был Бог! Просто нежелание! Нет его и всё! Не хочу! Знаете, как ребёнок? Чуть у меня нет! Вот так! Так и здесь! Взрослый человек и вдруг у тебя говорит – нет Бога! Откуда ты взял? Ты что? Всё человечество, всю историю было религиозным! Это всё, все сходили с ума? Сейчас три четверти человечества верит Бога! Они что, все сумасшедшие? Ты, что ли, самый умный, да? Умнее всех этих великих учёных и философов, да? Ну, слушайте! Совершенно ясно! Так вот, что Бог есть – это бесспорное, так сказать, положение! Но если кто-то всё-таки действительно интересуется, то он же может заняться этим! Может убедиться в этом! Может сравнить аргументы за и против и посмотреть, где оно? Знаете, как весы! Беда тому человеку, который прекрасно понимает, что перед ним стоит выбор, или есть Бог, есть вечность, есть смысл этой жизни, или нет Бога, нет души, и тебя ожидает человек вечная смерть! Какой ужас! И это ещё могут пропагандировать! Какую радость пропагандируют! Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть! Все твои надежды, все твои страдания, все твои радости, все твои переживания, оказывается, и всё это ничто! Так вот, оказывается, человек, человек, входя в вечность, переживает всё, что было здесь, что он сделал. Не даром в народе говорят, что совесть – это голос Божий. И действительно, там будет человек окажется перед своей совестью, окажется перед действительно Богом и окажется перед всеми, если хотите. И тогда поймёт, что такое жизнь человеческая. Но ещё раз говорю, христианство даёт возможность человеку заранее подготовиться к этому и войти туда, войти туда уже не так, как, знаете ли, свалился человек откуда-то и не поймёт, что случилось в какую-то долговую яму, а уже понять заранее и подготовиться к этому. Что такое вера христианская, вера православная? Вот, во-первых, она говорит вот об этом, об этом. Не даром один сказал мудрец, «Кого назову разумным?» Только того, кто помнит, что есть предел этой его жизни. Тогда, помня это, зная это и помня это, он должен решить для себя величайшей важности вопрос. Есть там, что или нет. Должен решить, я говорю, и это решить можно же! Это бесконечное количество людей решало это и стояло перед этим. Помните, Достоевский говорил, моя санна Христу через горнила сомнений прошла. Не думайте, что он просто так оказался православнейшим человеком. И уж никто не усомнится в том, что действительно редкий умница. И сколько таких людей было? Множество! Поэтому безответен тот человек, который совсем даже не думает об этом. Вера православная утверждает, есть Бог. Какой? И утверждает великую истину, которую не знал древний мир, не знал до Христа мир, не знал. Что не знал? Все верили в Бога, как какого? Вот, хозяин, царь, который может сделать всё, что угодно, может наказать, может наградить. Если вы что-то не исполнили, вам будет такое наказание, что не обрадуетесь. Повелитель, справедливый, в лучшем случае. Христианство говорит, нет, Бог не судья! он любвеобильный врач и только. Он есть любовь, а не справедливость. не судья, а врач. Православие говорит, что каждому человеку открыта возможность обращаться к нему. Каждому человеку. И дай Бог, даже тот человек, который даже ещё, может быть, не убеждён, ещё не убедился окончательно в своей вере. Кто мешает тебе обратиться? Господи! Я не знаю, конечно, но очень многие верят. Подавляющее большинство людей верят. Верили и верят. И есть это есть. Господи, прости меня за мои грехи! Знаете, покаяние открывает дверь Богу в душу человеческую. И все те, кто именно с таким пониманием себя, пониманием своей жизни, своих дел обращался к Богу, получали ответ поразительный, сильнейший ответ, который не давал, не оставлял никаких уже сомнений в том, что действительно есть Бог, и Он есть любовь. Знаете, почему об этом приходится и говорить? Вот мы начали с вами сегодня. Дрянная погода, и за что ж нам, Господи, да, ещё привели пример с каким-то, с Византии там. Действительно, сколько скорби у каждого человека? Это очень много! И что они есть? По дохристианскому пониманию, это всё есть наказание и больше ничего. Бог наказывает. Праведникам даёт благо, грешникам наказывает. Но, знаете, какой-то скептик сидит, говорит, ничего себе! Он негодяй, а он миллиардер! А я честный человек, едва перебиваюсь с корки до корки хлеба. Это он справедливый? Да? Странно! Что-то не похоже. Что говорит православие? Я уже сказал, что Бог есть любовь. И в чём же она проявляется, эта любовь? Очень интересно! То, что мы думаем, что Бог каждый раз человека награждает или наказывает, это совсем не так. Оказывается, существует в духовном мире, как и в нашем мире, физическом, материальном, точно так же существуют законы. Представляете? Законы! Духовные законы существуют. Какие законы? Ну, например, пожалуйста, не делай другому того, чего не хочешь себе. В противном случае, в противном случае, если ты нарушишь этот закон, бойся! Бойся! Знаете, у некоторых так называемых дикарей было такое оружие – бумеранга, которое никогда не кидали, там, звери, и если не попадали, то бумеранг возвращался к охотнику этому. И надо было даже посторониться, чтобы этот бумеранг не попал в тебя, в самого. Так вот, очень хорошее есть сравнение. Если ты поступаешь к человеку по злобе, то смотри, смотри, ты нарушаешь закон, по которому ты получишь то, не обязательно это, но получишь то, что ты желаешь другому человеку. Не делай другому того, чего не хочешь себе! Это закон, а не что-нибудь! Иногда, знаете ли, думают так, ну, что это так? Ну, это какая-то заповедь там, заповедь, ну, ничего, Бог простит! Ну, хорошо, ну, прыгнуть из пятого, из пятого этажа и сказать, ну, Бог простит! Мне просто захотелось полетать! Понимаете ли? А Бог простит! Кто это так рассуждает любопытно? Пожалуй, не найдёшь такого дурачка! Никто не прыгнет с пятого этажа и скажет, ну, все знают, что такое закон тяготения и прыгать не будут, пожалуй! Одно из положений православной веры состоит в том, оно утверждает, существуют духовные законы, нарушать которых, которые так же нельзя, как и физические, ибо ты тем самым закон нарушаешь, не Бог тебя казнит! Разве Бог казнит того, кто прыгает с пятого этажа? Ну, скажите! Разве Бог наказывает того, кто пьёт и у него цирроз печени? Ну, ну, кому же в голову придёт? Или кто наркоманит? И что с ним случается? Что это, Бог наказывает? Ну, что за глупость? Правда же скажут? Верно! Конечно, глупость! Вот когда в отношении этих вопросов... Тут мы все понимаем! Знаете, мы... Я ещё раз поражаюсь, зачем мы умные! Как только касается вопросов духовных, здесь мы ничего не понимаем! Ну, и что, что я осуждаю других? А закон говорит, ну, и сам подвержнешься тому же! Ну, и что я украл? Не боишься, что и тебя? Учти! Это же законы! Законы! Которые столь же незыблемы, как и физические! Правда, действие их, действие их, поскольку это духовные, более тонкое, тут нет, знаете ли, дурной мыс пришла, и сразу мне по макушке хоп! этот закон! Нет-нет! Нет-нет! Законы действуют другим путём, но непременно действуют! И это надо знать! Вы знаете, как важно, вы знаете, как важно вот это познание законов даже нашего материального мира или закона существования нашего тела? Ведь смотрите, медицина только благодаря этому познанию и находит средства лечения болезней, спасения человека, так и законы духовные, как важно знать, ибо они открывают нам возможность не оказаться под их ударом, когда мы нарушаем их. Тогда же бывает беда! Вот мы с вами говорили сейчас о том, что мы верующие там обращаемся молимся, молимся, и говорили о свечках, там много, здесь ничего, а ведь вы знаете, здесь мы тоже сталкиваемся с серьёзнейшим вопросом. каким? Каким? Если мы, особенно это касается верующих, конечно, людей, преимущественно, если мы думаем только о наших земных проблемах, и если мы жаждем только этого, и готовы здесь отстратить все свои силы только на это, то, оказывается, всё это грозит нам самыми опасными последствиями. есть такой закон. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и тогда это всё приложится вам. Ищите главного и не продавайте главное за чепуху. Помните, как в Библии один продал своё первородство и сал за чечевичную похлёбку, потом плакал и рыдал, но было уже поздно. Иаков получил уже его. Так и здесь то же самое. Закон духовный гласит о том, что человек должен всё-таки стремиться к чему? Искать правды, искать честности, искать любви, то есть, относиться с любовью к другому человеку. Речь идёт не о каком-то сердечном порыве, а идёт с благожелательством. Если ты так будешь относиться, если ты будешь действительно искать Царство Божие, то есть, Царство любви, правды, доброжелательства и так далее, если ты будешь искать этого, и искать их будешь в Боге, искать именно этого мира, мира божественного в каком смысле? В нашем мире мира божественного, то есть, мира любви, справедливости, благожелательства, милосердия, и так далее. Так, если человек будет искать именно вот этих, как мы говорим, духовных ценностей, получит он не только это – ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и это, то есть земное благополучие, приложится вам. Всё устроит Бог для того человека, который ищет именно этой духовной чистоты жизни, духовной правды человека. Милосердие ищет, а не обмана, не хитрости, не лукавства, не лжи и прочих всяких вещей. Опять закон! Вы слышите, какой? Ищите прежде всего вот чего! Названо это Царством Божиим! Не надо думать Царство Божие где-то там, на небесах! Здесь оно! И искать Царство Божие, значит, искать вот этих духовных, духовных, положительных вещей, прекрасных вещей, вот о которых мы сказали. Вот к чему то есть стремиться! Что значит искать? Стремиться! Осуществить это в себе самом! В себе самом! И тогда, и тогда действительно, человек, ты получишь уже мир душевный! Ведь вы знаете, когда мы ищем противоположного, сколько бессовестного делает человек! И страдает он, потому что не может не страдать! Обязательно! Не может не страдать, когда он нарушает вот этот закон искания Царства Божия здесь, в себе, в нашей, в своей душе, в своей деятельности и так далее. Так вот, видите, интересно, что даже когда верующий человек молится, то он молится о чём? Как святые отцы говорят, нужно молиться, чтобы не погрешить, молиться, чтобы получить, молиться, чтобы оказаться вместе с Богом? Как молиться нужно? Скорби есть? У всех есть! У всех есть! Нет человека без скорбей! И как быть? Как? Господи! Я верю, что Ты – любовь! Верю, что Ты делаешь для меня всё самое лучшее! Поэтому я с своей стороны делаю то, что считаю разумным. Разумным! Но да будет воля Твоя! Вы слышите, оказывается, в чём состоит воля Божия-то? Чтоб поступить по совести и разуму! А дальше Господи! Да будет воля Твоя! Не чудес искать! Не настойчиво требовать и молиться! Господи! Дай мне вот это! Нет! Прямо святые предупреждают, когда человек настойчиво что-то требует у Бога, настойчиво молится, скажем так, он может или ничего не получить, или даже получив, он может оказаться в очень-очень печальном положении. Нельзя так к Богу обращаться! Тот, кто показывает свою веру в Бога, как в Бога любовь и как в Бога никакую любовь, а разумную любовь, кто верит, что он устраивается наилучшим образом, тогда он будет молиться именно так! Господи! Я верю Тебе! И да будет Твоя воля! Я по-человечески сделаю то, что считаю нужным! Ну, допустим, к Варсенофе Великому обратились, можно ли обращаться к врачам? Он ответил – да! Да! Потому что они творят милость! Они благословлены Богом! А вот ко всяким колдунам, знахарям и прочим ни в коем случае нельзя! Потому что, обращаясь к ним, вы впускаете в свою душу грязь! Грязь впускаете в душу! Врачи лечат тело! Обращаясь к ним, вы обращаетесь к тем людям, которые заражены беснованием, и поэтому, обращаясь к ним, мы впускаем в свою душу всякую грязь! А от грязи – ой, как можно пострадать! Все это знают! Смотрите! Даже когда уколы делают, операции, какую чистоту стараются соблюсти, чтобы не заразить организм! Так и здесь то же самое! Вот, оказывается, перед чем мы стоим, даже когда молимся! Поэтому молитва наша должна происходить как из веры нашей, что Бог – я действительно любовь, а не магическая сила, и смирение, а ни в коем случае не требование, как это часто мы видим! Молитва является одним из серьёзнейших положений православной веры. И православие говорит, что тот, кто действительно верит Богу, он должен молиться. Молиться как? С вниманием, благоговением и покаянием! Это очень важно! Слышите? С вниманием! Потому что молитва без внимания – это, как сказал один из отцов, это оскорбление Бога! Там, где нет благовения, когда человек так швырком вычитывает молитвы, «Избави Бог!» Нельзя играть с Богом! Как сказано в одном месте, Бог есть огонь! И играть с огнём не стоит! Поэтому с благоговением и с покаянием! Потому что если там молитва, которая без покаяния и молитва не принимается Богом! Видите, какие интересные и важные положения присущи нашей вере! Ну, хорошо! Эта тема у нас очень большая! Я хочу предоставить, сейчас оставить время, время для ваших вопросов, потому что вы едете сюда, в Лавру, едете в Академию, и у вас наверняка много вопросов, самых различных! И мне кажется, что надо бы нам сейчас всем с вами вместе обсудить их с тем, чтобы мы, по крайней мере, ну, на что-то получили, получили какие-то, ну, если уж не ответы, то какие-то разъяснения или комментарии, чтобы мы могли как-то с вами ориентироваться в окружающем нас мире! Позвольте два насущных вопроса, один слезу другим. Святитель Игнатий Бринчанинов говорит о семи страстях, из которых следуют грехи, он перечисляет их объединение и неко развлечение. И вот, позвольте спросить вас именно о развлечении, вот как не перепутать это с отдыхом, где вот эта тонкая грань, и каким образом здесь лучше рассудить, чтобы не повредить душе своей? Ну, вы знаете, этот вопрос не может получить ответа, где можно разложить точно и сказать – вот грань. У древних софистов, о которых я упоминал сегодня, придумали такой пример. Говорят, что такое куча? Говорят, вот одна песчинка – это куча? Нет. А две? Нет. А три? Нет. Так с каких песчинок начинается она? Так, а здесь то же самое. Вы знаете, это может сказать об этом только совесть и разум человеческий. Например, вот питаться – это надо. Ну, конечно, конечно, никто не спорит. Но я уже знаю, когда я уже наелся. А хочется ещё. Вот тут – всё. Тут я уже вижу, что я делаю. И это во всём. Вы знаете, это касается... Просто это пример наиболее такой простой и яркий. А это во всём. Если мы будем просто внимательно относиться к своей жизни, то мы постепенно будем видеть и уяснять, где та грань, которая отделяет необходимое от увлечённости, увлечённости уже туда, куда не стоит ходить. Вот только единственное, что можно сказать. О каких-то уже твёрдых определениях здесь дать совершенно невозможно. Вот так. Спасибо большое. Тогда позвольте второй вопрос. Значит, он относительно супружеской жизни. Вот, как вы заметили, хорошо, допустим, вот, нужно внимательно относиться к тому, как мы едем, принимаем пищу. Иначе можем мы там чревописием заниматься или гортанобисием. А говоря вот такой интимной жизни в супругов, вот, понимаете, в чём дело, это же вроде детородная функция, но тем не менее из-за контрацептивов там каких-то и так далее, это можно, это можно использовать просто для получения, допустим, удовольствия, будучи в супружестве. Является ли это грехом и лучше ли, лучше ли по взаимному согластью супругов пребывать вот, то есть, в воздержании в этом отношении? Спасибо! Святые отцы сказали – всё без меры от дьявола. Мудрость древняя говорит – всё хорошо в меру. Так что здесь разумные супруги могут положить для себя какие-то разумные грани, чтобы не отдаваться этим вещам стихийно, как когда вдруг что-то придёт, а какие-то грани. Особенно это касается времени постов, потому что те посты, которые у нас, особенно, посмотрите, какой великий, рождественский, они очень длительные посты, и далеко не для всех это возможно. Хорошо? Тогда наложите определённые ограничения, которые могут и не быть бременем неудобоносимым, и в то же время они не будут мешать той жизни, в которой находятся супруги. То есть, здесь требуется что? Вот то, что говорят рассуждения. У святых отцов есть такой принцип. Они говорят, нет добродетели, то есть добра, без рассуждения. Полное воздержание. Это просто, скорее всего, это кончится трагедией. Полное невоздержание. Это будет какая-то стихийность и подобие какому-то животному миру. Где на середине? О! Здесь для того и дан человеку разум, для того, чтобы обсудить, решить и обязательно по согласию уже проводить свою жизнь. Я думаю, вот так. Спасибо большое. Как научиться самоотвержению? Самоотвержению? Вы не подскажете мне, как мне научиться поднимать одной правой рукой сто килограмм? Мы подчас хотим... Мы сразу говорим подчас очень о больших вещах. Самоотвержение – это же процесс. Процесс жизни, который не имеет какого-то финала. Знаете, как вот спортсмены раз добежали до ленточки, и всё в порядке, и упал бедный, чуть ли не бездыханный. Нет-нет! Самоотвержение – это состояние, а не какая-то определённая точка, до которой надо добежать. Это состояние человека. Причём состояние, которое требует просто тонуса и внимания от человека, в жизни по заповедям божественным. Как научиться? Посмотрите, как Авва Дорофей учил своего послушника, духовного сына Досифея. Тот был здоровущий такой солдат, пришёл туда. Авва Дорофей сказал – ешь! Ели они хлебы, знаете, заготавливают, ешь до сыта. Тот съел. Сыт-то Досифея – сыт. Всё хорошо. На другой день он говорит – теперь берём это, разрезаем таким образом всё это хлеб, и одну, по-моему, или шестнадцатую, или тридцатьвторую часть, говорит, не доешь это. Отложи одну, тридцатьвторую, по-моему. Как Досифея? Ну, я бы ещё бы съел. Ну, ладно, вот так. Потом, через неделю, привык. Говорит, хватит – хватит. Ещё потом неделю. Уже одну шестнадцатую отложили. И так увидел он, когда действительно необходимая мера Досифею есть, которая необходима для его жизни. Я уже не помню, сколько. Так. Вот. Ну, говорит, ну, вот, хорошо. Так что вот видите, как самоотвержение происходит? Оно невозможно без вот такого, ну, я бы сказал, без такого опыта, без такого понуждения из себя. Но постепенно. Тот, кто хочет сразу, тот ничего не добьётся. Дуги гнут с терпением, а не вдруг. Вдруг сломаешь, и дуги не будет. Так и здесь. Постепенно начиная, причём, с тех вещей, которые мне, моим силам, доступны. Например, сел, нога на ногу, вдруг вспомнил и снял. Чтоб кто-нибудь понял, почему я снял, никто ничего не понял, никто ничего не знает, а я-то знаю. Начну хоть с этой мелочи, хоть с этой мелочи начну. Так. Ну, пройду по городу, давай вот, по часам хотя бы, да. Ну, две минуты, не буду вращать глазами во все стороны. Да? Две минуты прошло. Теперь-то я могу посмотреть, да? Вы поняли мой принцип. Вот таким образом можно приучить, постепенно приучать себя к нормальному образу жизни. Потому что самоотвержение – это нормальный образ жизни. Это не что-то такое, что противоестественное для человека, а как раз норма. Мы же живём противоестественно. Противоестественно. И возвращать себя к естественному образу жизни – это очень хорошо. Но нужна постепенность. Нужна постепенность. – Алексей Ильич, я хотел спросить, вот на вечерней службе, когда совершается таинство еле и помазание, что это означает? Вот. Что это символизирует? Для чего это? И то, что в храме ставим свечки тоже. Для чего это? И что это означает? Спасибо. – Ну, вот вы произнесли слово еле и леопомазание. Еле – это масло. Масло – это символ милости, что ли, милосердия, благожелательства. И в данном случае, когда священник помазует человека, подходящего к нему, то это является знаком того, что он желает, во-первых, вам добра, блага, и, во-вторых, если вы действительно в храме стоите и молитесь, то это бывает и знаком того, что по мере вашей молитвы и вашей ревности и милость Божия к вам поняли? Помазует вам. Милость Божия просто от помазания? Нет! Она находится в прямом соответствии с тем, как мы стоим в храме. Можно просто стоять, как столб, можно просто стоять, как фотоаппарат или как камера, вращая всюду, а можно стремиться молиться. Как? Ну, хотя бы вот, скажем, вот сейчас, вот сделаю три молитвы Иисусовой с вниманием, попытаюсь. Господи Иисусе Христ Сыне Божий и уже улетел. Ладно, начнем сначала. Господи Иисусе Христе – опять улетел. Господи Иисусе Христе Сыне Божий! Понятно? Надо упражняться, надо учиться молиться. Это важнейшее дело. И вот если человек во время богослужения учится молиться, а молитва Иисуса, кстати, это очень хороший способ, очень с вниманием, благовением, покаянием, то он этим привлекает к себе милость Божия. И елеопомазание как раз является знаком этой милости Божией к человеку, прямо, скажу математически, пропорционально вашему вниманию, вашей молитве в храме. Это то, что касается елеопомазания. Когда же говорить о свечах, то свеча, свеча, она же горящая, это символ нашей молитвы. Я поставил свечу, она горит, а я? А я? Ах, я там поставил и всё! Богу нужна свечка! Ах ты, Господи, ты чего ж ты, бедный Господь Бог! И все святые твои! Им свечки, оказывается, нужны! Ммм, свеча – это символ моей молитвы! И вот я ставлю, напоминаю себе, и так, голубчик, так, вот, свечечку зажёг, так, ну-ну! А ты? Горит у тебя свеча или нет? Вот главное назначение свечи! Главное! Есть второстепенное! Вторичное! Это помощь церкви! Но помочь, помочь – это можно просто в кружку положить, деньгу и всё! Это же вторичное! А вот главное – это не забывать! А то понаставим, возьму пуг свечей, понаставлю свечей, и пусть Господь Бог нам мне теперь посылает все свои блага с неба! То есть, как будто торгуем с Богом! Это же хорошо, что человек так не думает, а то это просто кощунство настоящее! Ещё раз повторяю, спасибо за ваш вопрос! Спасибо! Потому что все мы ставим свечи! И нельзя забывать! Я ставлю что? Знак своей молитвы! Не забудь, я, голубчик, что ты сделал! Не фальшивь, что свечку поставил, а сам! Вот так! Да, ещё один вопрос по поводу духовных законов. А может быть, есть какая-то книга или у кого-то почитать, где изложены эти духовные законы? Вот где их можно изучить? Ну, такой специальной книги я не знаю о духовных законах. Такой специальной, что прям по полочкам, с разъяснением. Такой нет! Ну, например, я вот писал книжку «Бог», и там сделал отдельный параграф о законах духовных, духовные законы. Ну, вот там они изложены, но это немного, там всего, не знаю, две, пару страниц, что ли, или три, но изложены, по крайней мере, хотя бы кратко, и с комментариями, некоторые. Потому что как законы в природе, я не знаю, кто может сосчитать, сколько законов в природе, так и духовных законов, то же самое множество, но некоторые законы там обозначены. Так что можете посмотреть, это книга «Бог». Да, вот так. Спасибо большое. Пожалуйста, большое. Большое спасибо надо говорить, большое пожалуйста. Не забывайте, пожалуйста. Так. Алексей Ильич, ситуация следующая. Воспитали сына не в христианстве. Об этом узнали, о христианстве узнали уже в зрелом возрасте. Ничего уже нельзя поделать, нельзя к сыну привести к покаянию, или есть какая-то надежда, что всё может ещё исправиться. Христианство – это религия, которая оставляет надежду всегда. Запомните, пожалуйста. Правый разбойник уже на кресте был. Уже остались считанные там часы и минуты. И вдруг сегодня же будешь со мной в раю. Он и сам никогда этого не ожидал, конечно. И уж никто другой. Это спасибо евангелисту Луке. Конечно, это Духом Святым, конечно, что он написал об этом. Я вам скажу, это утешительнейший же факт. А мы не знаем внутреннего мира ни одной души человеческой. Мы свою-то не знаем душу, а уж других тем более. И мы не знаем, что будет с человеком, когда и как друг пробудится. Помните песню «Двенадцать разбойников»? Помните? Знаете? О, я бы спел, если бы был у меня сейчас голос. Вы бы тогда послушали? Да. А там есть такие слова – «Совесть Господь пробудил!» Так что не отчаивайтесь! И не думайте, что если человек вот в настоящем положении сейчас является, как мы говорим, неверующим. Я всегда к этому отношусь, к этим словам, очень скептически и всегда спрашиваю, а кто больше неверующий? Вот этот, который действительно не верит в Бога, или я, который верю в Бога, а живу прямо противоположным образом? Кто больше неверующий? Ибо если я, если я верующий, если я верю действительно в Бога, если верю, что есть эти духовные законы, да как же я посмел бы тогда так жить, как я живу? Я гораздо более неверующий, чем этот неверующий человек! Вот! Что из этого следует? То, что и те, кого мы называем неверующими, которые ведут подчас безобразный образ жизни, не думайте, что они отвержены Богом! В Евангелии написано, Бог дождит на праведных и неправедных! Слышите? Всех он любит! Всех! И в тот момент жизни, а может быть, даже и по смерти, когда откроется всё! Может быть, даже и по смерти, когда человек всё это увидит, то знаете, что может произойти? С самого начала существования христианства церковь, то есть, кто церковь? Мы, все люди, святые, молимся за усопших! Слышали такое? И до сих пор мы подаём и записочки, и сами поминаем! за усопших, то есть, оказывается, оказывается, и они могут там измениться! Слышите? Измениться могут даже там! Церковь молится, причём о всех! Вы же слышите, наверное, такое прошение в одном, когда дьяква, например, возглашает, ещё молимся о властях и воинстве и я! То есть, страны нашей! Кто там во властях и воинстве? Все верующие, да? Это кто же такое скажет? Что за чепуха? Все христиане? Все православные? Да кого там нет? Только! Как в Ноевом ковчеге! Всякой твари по паре! И вдруг призывается сам вон, ещё молимся! То есть, церковь всегда молится за всех! За всех! И поэтому мы никогда не можем потерять надежды за то, что Господь устроит и даже жизнь того человека, о котором сейчас нам, ну, как-то трудно даже подчас подумать. Так что будьте спокойны, но молитесь! Молитесь! Спасибо! Пожалуйста! А ещё скажите, пожалуйста, ну, вот можно ли молиться за упокой Иосифа Виссарионовича Сталина? Пожалуйста! Молиться можно за кого угодно! Причём, учтите, молиться можно за кого угодно! Это совершенно ложное! Откуда? Я не знаю, кто это придумал, дикую вещь! Что церковь не молится вот за тех или других! Не смешивайте, пожалуйста! У церкви есть правило, по которым, действительно, за некоторых людей, ну, например, самоубийцей или кого-то, так нельзя молиться за проскомидией! То есть, ну, слушайте, ну, я не буду сейчас объяснять, может быть, нельзя! Или не совершают, например, отпевания! То есть, какие-то определённые есть чины и молитвословия, которые исключаются для некоторых людей, но это совсем не означает, что церковь не молится! Вы что? Господь за кого пострадал? За праведников, да? Это что за чепуха такая? За всех! За кого Он молился с креста? Не помните? Отче, прости им! За сущих антихристов! Дьяволов настоящих! Которые издевались только! Других спасал? Сойди с креста! Спаси себя самого! Слышите? Вот церковь! Христос молился! И церковь молится! За всех без исключения людей! Можно молиться! Но церковное поминовение, то есть, гласное поминовение, так? Или проскомидийное поминовение в алтаре, да? Здесь оно ограничено! Ограничено только теми людьми, которые принадлежат по крещению православной церкви или не совершили какого-то тихчайшего преступления, например, окончили жизнь самоубийством. Так что молиться можно за всех! Мы – не секта, а религия любви! И Христос пострадал не за праведников, а за грешников! То есть, за кого? За негодяев! Не будем забывать этого! Вот так! Алексей Ильич, к вопросу о молитве. Вы сказали, что нельзя настойчиво просить Бога о чём-то. У меня мама больна раком. Я каждый день молюсь, заказываю молебны и так далее. Этого нельзя делать. Этими настойчивыми просьбами я как бы гневлю Бога. Не смешивайте слово «настойчиво» со словом «постоянно». Мы молиться вообще должны постоянно. Апостол Павел говорит, что непрестанно молитесь. Слышите? Молитва – это наше что такое? Это единение, общение с Богом. И, конечно, мы должны, если мы верующие, постараться быть всегда в общении с Богом. Это и есть молитва. Совсем другое – настойчиво, упорно. Господи, исцели! Вы знаете, какой случай произошёл в XIX веке, когда уже после кончины... Сейчас скажу, мать Рылеева рассказала, когда Рылеев, тот повешенный декабрист, был ещё маленьким, он смертельно заболел, и у него уже не оставалось никаких шансов, что он будет... Мать, упорно! Господи, хочу, чтобы он жив и всё! Ну, в общем, до истерики, что называется. Ей было видение, она рассказала. Ангел явился. И сон был такой. Показал ей во сне его сына, как он, как он, вот, вырастает мальчиком, как он ходит в лицей, как он в военную офицерскую школу, как он в офицерском мундире, как, наконец, он уже выходит на Сенатскую площадь с военными и виселится. И ангел спрашивает, ну, как ты хочешь, чтобы остался твой сын жив? Да, я хочу! Вот что такое упорно молиться. Мы не знаем, мы не знаем, что полезнее для человека. Не знаем мы. Вот я, если хотите, я вам зачитаю в Арсенуфе Великого. Вы знаете, в церкви не так много тех святых, которые названы великими. Вот это удивительный человек. Вот он что писал. Нехорошо с усилием молиться о том, чтобы получить исцеление, не зная, что тебе полезно. Один батюшка, ермонах в Псково-Печерском монастыре, занимался отчиткой. Знаете, так, изгнанием беса. Отчитал. А эта молодая особа потом в такой разврат бросилась, он схватился за голову, сказал, я больше во веки веков этим заниматься не буду. Вот что такое упорно, настойчиво. Вот чего нельзя. Мы не знаем, что нам или ему полезно. Не знаем. А если не знаем, мы должны хоть немножко верить Богу. С своей стороны делаем то, что необходимо. Ну, я говорю, в лечебном плане, в медицинском. А дальше – Господи, да будет воля Твоя, а не Моя, как говорил Христос, когда молился перед смертельными страданиями в Гефсиманском саду. Вот образ нашей молитвы. Вот так. Алексей Ильич, как вы относитесь к книге Николая Новикова о молитве Иисусовой? Я вам скажу так. В наше ли время писать об умном делании? Это книга не о молитве Иисусовой, а об умном делании. Умное делание. Да, это молитва Иисусова, но какая? Иисусая Игнатия Вринчанинова в XIX веке писал уже, что нигде уже нет умного делания. Редчайшие, он, говорит, за свою жизнь встретил что-то два человека, что ли, или три, которые действительно имели это умное делание. И вдруг сейчас нам писать, когда мы не можем отче наш прочитать без внимания даже, об умном делании. Это первое. Уж есть его, кто нашёлся такой человек, но тогда почитай святых отцов, что они пишут. Но скажу ещё раз, лучше не читать. Не наше это дело. Достаточно нам молитвы Иисусовой, если мы хоть немножко сможем, с вниманием, покаянием, с сокрушением сердца. Вот о чём. Вот. Поэтому это ошибка, что человек занимается такими вещами. Причём, кто он даже, кто он, не монах, не богослов, неизвестно кто, так и вдруг увлёкся вот таким вопросом. Это показатель, конечно, что тот, кто сразу быстро летит на небо, может очень сильно упасть и разбиться. Не наше это время заниматься сейчас проблемами умной молитвы. Как заниматься? Писать книги, распространять, рекомендовать. Вы подумайте только! Я арифметики не знаю, мне предлагают высшую математику. Говорят, вот здесь есть проблема теории множеств. И вдруг я не понимаю, что это такое, на основании каких-то там начинаю заниматься этим. Что такое? Нет сейчас людей, нет их. Кому нужна, нужна такая литература. А тем более для широкого круга людей. Разве это можно? Это большая ошибка. Так я рассматриваю эту книгу. Да, пожалуйста. Алексей Ильич, читаем Евангелие и помним историю в главе Евангелия от Матфея, как Иисус искушал дьявол. В обыденной жизни обычному человеку как отличить божественный промысел от искушений дьявола? Поскольку зачастую, наверное, в таком явном обличии этого не видно. Ты думаешь, что, возможно, это за твои грехи тебе послано. В виде этого божественного промысла какие-то испытания, какие-то люди, которые дают тебе возможность эти испытания пройти. Но зачастую мы, наверное, полагаем, нет, может быть, здесь какая-то червоточина, что-то темное, я лучше не полезу. Вот где-то грань. Понимаю, что вопрос сложный, так же, как и был первым, однозначно ответить нельзя. Достаточно ли нам нашего, вот этого самого разума, о чём вы сказали, покаяния и следования заповедям для того, чтобы себя почистить? Или есть всё-таки какой-то ещё один способ? Спасибо. У святых отцов есть выражение «бес присидит к греху». Причём, бесы, оказывается, интерес у святых отцов, есть именно конкретные, не какие-нибудь, а конкретные, без лукавства, без воровства, без алчности и так далее. Понимаете, это интересно. Вообще, природа духов, конечно, она нам неизвестна, но, судя по тому, о чём говорит Евангелие, например, без глухоты, без слепоты, без прорицания. Помните, апостол Павел изгнал беса прорицания из одной, и она перестала пророчествовать, прорицать и так далее. Так вот, бес присидит каждому нашему греху, поэтому, когда нам приходят какие-то вещи, то надо смотреть, насколько они соответствуют воле Божией, соответствуют или нет. То есть, это греховный помыс, например, или идея, или она вполне согласна с Евангелием и соответственным образом относиться. А вы знаете, вот начать разбираться, как это, искушение это или воля Божия не надо, потому что волю Божию все мы знаем. Слышишь, что я сказал? Все верующие люди, которые читали Евангелие, знают волю Божию. В чём она состоит? Поступать по заповедям Божьим. Вот воля Божия! И всё! А мы часто, знаете, что хотим? Так, а что там в уме Божием? Так, как-то вот мне, вот надо вот то или другое? Не надо! Нам дан разум, дана совесть, мы знаем заповеди, и если мы по ним будем поступать, слышите, вот категории разум, совесть и заповеди Божии, тогда Господь исправит наши ошибки, если мы по своему разуму, то есть, точнее, глупости, ну, а может, у кого-то разум, не знаю, да, если мы поступим не так, мы должны поступать, вот она воля Божия, то есть, в том, в чём мы видим, как поступить, по заповеди, или наоборот, вот тут мы можем исполнить волю Божию или нет. А беспокоиться о том, не является ли это искушением, это же оставим, потому что здесь такое море, в котором мы захлебнёмся. Спасибо. Был ли у Бога какой-то другой сценарий развития событий, кроме как падшие ангелы, изгнание людей из рая, распятие Иисуса Христа. То есть, если нет, то получается, что все ключевые события в жизни мира предопределены, и нам как бы остаётся только, от нас ничего не зависит, от нас остаётся только определиться, с добром мы или со злом. Вот, если понятно, то ответьте, пожалуйста. Спасибо. Ну, у Исаака Сирина, например, есть такая фраза, но это довольно редкая, редкая. У него есть, может быть, ещё у одного, может, двух, что, конечно, Бог, возможно, мог бы спасти человечество и другим путём. Но этот путь, который есть, является наилучшим. В отношении же, вы говорите, в отношении сценария, ну, происхождения, что ли, всего и человека, и духовного мира, и так далее. Это вопрос, который стоит за границей нашего понимания. Есть такие слова, что Бог восхотел, чтобы то благо которым является Он, разделяли ещё многие подобные Ему по своей любви. Восхотел это. Ну, уже понимаете, что, конечно, это наши такие, ну, выражения, которые достаточно антропоморфичны. Вот в чём дело. А здесь уже сказать, каким образом произошло всё это, творение мира, как материального, так и духовного, как человеческого, так и ангельского, здесь мы уже за пределы, за пределы выходим возможного понимания. Удивляться этому не приходится нисколько, потому что даже в области, например, физического мира, и то есть проблемы, на которые мы не можем ответить, и не можем даже представить себе, даже представить себе не можем. Это касается, вот, например, мира элементарных частиц или космоса. Кстати, самый простой вопрос. Можете представить себе Вселенную, что она бесконечна? Ну, как это бесконечна? Ну, где-то, что-то? Так, а можете представить себе, Вселенная конечна? А что там дальше? Даже в этом, в этой области и то. Вот. Но говорить о предопределении невозможно по той простой причине, что человеку дана свобода. Он обладает свободой. Свободой хотя бы жить и по Богу, или выступать против Него. Если бы... Тогда зачем? Каким образом могло бы это быть? Бог мог бы создать такие существа, которые бы жили в полном согласии с тем, как Он хочет. А здесь нет. Здесь мы встречаемся с какой-то проблемой совсем неожиданной и непонятной. Зачем же это? Но мы видим именно так. Может, человек. Может, обладает этой свободой. На этом основании мы считаем, что никакого предопределения нет. А если бы оно было действительно, тогда бессмысленны все заповеди, которые мы находим в Священном Писании. Коли предопределение есть, тогда всё бессмысливается. Ну, вот так могу сказать только. – Ну, то есть, возможен вариант, что Христа могли не распять? – Нет, такого варианта я не знаю. Это чисто умозрительно. Вот я говорю, у Исаака Сирен есть такая фраза. Фраза. Нет, почему же значит не распять? Он говорит о варианте не распятия, а воплощении. Да, воплощении. В том-то и вся суть. Здесь как раз скрыта очень глубокая вещь. Очень глубокая. Почему именно человек был так создан? Почему было там древо в раю добра и зла, когда Бог точно знал, что человек согрешит, насадил это древо, Он знал всё это и сделал это. Почему? Вот это вопрос очень интересный и очень важный. Но это надо читать лекцию. Пожалуйста, до утра. – Спасибо. – Да, пожалуйста. Ну что же, да, вот видите, сейчас в пять часов у нас начинаются все ночные. Да и вы, наверное, уже устали. Никогда не давайте профессорам свободу слова. Замучают. Вот так. Имейте в виду. Ну вот. Сейчас уже действительно без двух минут. Спасибо вам то, что вы не побили меня камнями, но у вас наверняка их нет. Да. Ну, помоги вам Бог в трудах ваших. Ну так. Ну, с вами Бог. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ